здравствуйте друзья вот так начинались мои видеоролики когда я был дома сейчас я эмигрировал если быть точным эвакуировался забегая наперед скажу я и моя сия находимся в нью-йорке те кто следил за моим творчеством видели ролик где я говорил что не уеду останусь дома а если уеду то максимум монголия в отъезде за границу штаты я например себя там не вижу но очень рад за тех людей которые перебрались туда живут там у них все получилось строят свои семьи благополучно но просто единственное что у меня просьба те кто только-только недавно уехал донесите пожалуйста до наших до наших земляков о той ситуации которая здесь происходит и чтобы они ну или как минимум могли там да как-то поддерживать пусть даже да морально где-то материально но после 24 февраля 2022 года после того как преступное правительство во главе с путиным от лица граждан россии развязали войну на которую в очередной раз отправила погибать коренных жителей национальных республик я пересмотрел свою позицию переломным моментом решение эвакуироваться был инцидент с моей машиной который произошел почти сразу после рождения моих младших дочек-близняшек на третий день их жизни ну не знаешь 5 марта неизвестные подожгли мой автомобиль прям во дворе дома почему я уверен что это был поджог вам станет ясно чуть позже ну а пока вернемся в 2021 год когда прошли самые грязные выборы в моей жизни путин со своими бандитами по-другому их просто называть набирали в государственную думу безвольных беспринципных рабов как теперь стало понятно чтобы никто не смог помешать развязать войну с украиной а ручные депутаты поддержат любую инициативу замарав крови всех жителей страны для меня выборы двадцать первом году были как репетиция к выборам хурал парламент калмыкия я понимал что перемены будут возможны только когда законодательный орган калмыкии заработает так как он да и должен работать а чтобы такое произошло нужно чтобы его представляли лучшие из нас лучшие из жителей республики калмыки активисты и общественники настоящие патриоты калмыки организовали движение которое называлось наблюдательный полк суть которого сделать выборы максимально чистыми прозрачными подготовить почву для выборов хурал в двадцать третьем году чтобы честные люди смогли выдвинуть свои кандидатуры не боясь подтасовок и административного ресурса теперь я понимаю насколько был на и наблюдательный полк закрыл почти все избирательные участки в республике что позволило скрыть грязные трюки прислужников империи получили колоссальный опыт и были готовы провести выборы в двадцать третьем году в моем сердце появилась надежда на светлое будущее на перемены лучшую сторону после выборов я для себя решил залечь на дно чтобы сохраниться до выборов хурал и как раз примерно в то время мы с супругой узнали что у нас будут близнецы для удобства передвижения приняли решение взять машину в кредит а так как заказ на съемку стали падать чему виной стала моя гражданская позиция я решил немного изменить роль деятельности с видео на такси чтобы были живые деньги миллионов конечно не заработаю но кредит за машину отдать да и на хлеб хватит где-то в конце октября приехал волгоград предварительно получили одобрение без первоначального взноса купили в кредит авто из предложенных нам по цене подошла киарю 2013 года после ремонта зарегистрировался в системе яндекс такси и начал трудиться но не прошло и трех дней на меня открыли охоту выдернули меня из ряда как тебе зовут как вас зовут инспектор дпс лейтенант полиции савар анатольевич взял телефон позвонил сказал что меня остановил ему ему дали задание что нужно сделать он вышел пошел медосвидетельство заставляет меня пройти короче всю всю эту тему еще раз причина остановки проверка документов проверка документы по итогу лишение прав на срок три года три месяца а также штраф 60 тысяч рублей саур инжиев и начальник отдельного батальона батар отдельное вам спасибо надеюсь у вас все хорошо теперь кредит стал оплатить тяжелее но машина выполняла свою основную миссию возить мою беременную супругу хорошо что у нее были права и она ездила за рулем сама первое время сотрудниками и останавливали нашу машину почти на каждом ходу видимо в надежде что за рулем окажусь я но потом успокоились 1 марта нас положили на сохранение так как беременность была сложная и заведующий сказала что такая беременность была в восемнадцатом году в первый раз а уже 2 марта нас прикосновили кстати в роддом она супруга моя привезла себя сама дети родились на два месяца раньше положено срока пока супруга была в больнице я жил у мамы где-то в восемь вечера все собрались и на машине поехали ко мне был сильный ветер и свет отключался уже второй или третий день я не помню во многих районах города и поселка тройский в тот вечер мне в личном сообщении прислали видео где кто-то проезжает мимо дома батуха сикова еду по лермонтова улице дом нашего главы прекрасного вот стоит дизельный генераторная установка пока все без света сидят наш мне кажется что именно это видео стало причиной расправиться со мной таким способом по домам мы разошлись где-то пол двенадцатого ночи я поехал дома мы спать а в нашей квартире в тот день ночевала сестра со своей семьей там где они живут не было второй день света отчего не работало отопление примерно в два мне уже сообщили о том что наша машина сгорела полностью по телефону полицейские уверили нас что в таком случае заявление составляется автоматически после проверки на самоподжог звонил спрашивал как дело и когда я могу написать заявление почти каждый день следователь уверял что вот-вот нас позовут и так прошел целый месяц все это время каркас нашей сгоревшей машины стоял во дворе где-то через недели три я дозвонился до следователя с вопросом что делать с машиной будут ли проводить экспертизу и еще раз напомнил о подаче заявления сотрудник начал ссылаться на то что дело забрал какой-то другой и что экспертизу уже сделали и я могу отогнать машину я уточнил у полицейского что делать с машиной так как соседи уже начали ругаться и спрашивать когда я уберу ее полицейский сказал что все в норме можете убирать кстати выручил я с продажи 15 тысяч рублей страховки не было вернее была но только осаго вернусь к доказательствам что это был все-таки поджог примерно через неделю ко мне пришли и попросили прекратить свою деятельность непрозрачно намеку что им развязали руки и теперь дали добро как и во время чеченской войны терять людей испугавшись за жизнь за будущее семьи понимая что я не жанна дарк согласился на все их условия мне сказали извиниться и записать видео где я говорю что политические темы буду обходить стороной и займусь туризмом даже пообещали найти работу после этих событий я понял что точно мне надо уезжать и как можно дальше потому как молча смотреть на тот беспредел что творится вставленниками кемря я не мог и рано или поздно меня ли посадили бы или точно потеряли бы стал планировать переезд монголию узнавать что надо какие там есть перспективы на что я могу там рассчитывать было одно но политическое убежище этом просить не могу и мне все равно пришлось бы возвращаться в россию а как я уже сказал свою деятельность прекращать я не хотел и не собираюсь тогда выбор эвакуации стал в соединенные штаты америки через мексику информации о политическом убежище в америке искал в интернете сразу скажу денег на переезд у нас с супругой не было и нам пришлось продать квартиру которая находилась в ипотеке сколько денег мне понадобилось на переезд и как мы сюда добрались я расскажу вам в отдельном видео на этом пока все если остались вопросы в комментариях пишите или в личном сообщении любой социальной сети которая вам удобно мои пожелания вам друзья если вас ставят перед выбором черное или белое добро или зло наши или не наши мой совет выбирайте любовь в это смутное время помогайте близким если есть возможность помогайте данным оставайтесь людьми тогда когда это возможно а это возможно всегда с любовью максим и команда канала за на лайн